В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Африканские зновы Нижегородской области. Как защитить себя от перегрева? Современное оборудование и безопасное покрытие в детских садах города откроют новые спортивные площадки. Бесплатная юридическая помощь для льготников. Как получить консультацию специалиста? Далее расскажем обо всем подробно. Аномальная жара ежедневно бьет все новые рекорды и сместила с повестки дня даже коронавирус. По прогнозам синоптиков, африканский зной продержится до середины следующей недели. Это связано с обширным антициклоном субтропического происхождения, который воцарился над европейской частью России. Аномальная жара опасное природное явление может отрицательно сказаться на здоровье людей. Мы выяснили, что делать, чтобы избежать перегрева. Раскаленный тротуар. Люди, спешащие укрыться в тени от палящего солнца. Небывалая жара, которая установилась в европейской части России, бьет все температурные рекорды. В такую погоду всегда под рукой должна быть вода. Куда бы вы ни отправились, на пляж, магазин или на встречу с друзьями, всегда берите с собой воду. Если идете гулять с собакой, захватите воду и для нее. Также хотелось бы порекомендовать жителям, чтобы не оставляли животных в машинах, находились на солнце как можно меньше и пили побольше жидкости. Нельзя в жару пить спиртные напитки и курить. Алкоголь заставляет человека терять больше жидкости через выделение мочи, а сигареты негативно влияют на сосуды. Считается, что и кофе не стоит употреблять. Он приводит к обезвоживанию. Хотя есть исследования, которые опровергают это утверждение. В любом случае стоит выбрать обычную воду. Ешьте меньше горячего и жирного, носите головные уборы. Многие спасаются от жары на природе, вблизи водоемов или на дачных участках. Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, нужно помнить ряд простых правил. Не разжигайте костры, не сжигайте мусор и порубочные остатки на своих придомовых территориях, так как сейчас уже все высохло, и если что-то куда-то пойдет, огонь уже очень тяжело будет остановить. Если на лето вы остаетесь в городе, лучше всего оборудовать свое жилище кондиционером. Можно использовать и вентилятор до тех пор, пока температура воздуха в помещении не становится выше 32 градусов Цельсия. Тогда он уже просто гоняет горячий воздух и не охлаждает достаточно, чтобы защитить от перегрева. Если окна выходят на солнечную сторону, закройте их и занавесьте шторами. Чаще умывайтесь, смачивайте голову, принимайте прохладный душ. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Безопасный досуг. В 20 детских садах Саров заменили игровые спортивные комплексы. Новые площадки построили с учетом всех современных требований. Деньги выделили в рамках проекта «Современные площадки в каждый детский сад из областного бюджета». Все ли работы успели выполнить срок, расскажем в следующем репортаже. Игровые комплексы, современное оборудование и безопасное покрытие. В каждом детском саду города к новому учебному году будут открыты новые спортивные площадки в рамках проекта «Вам решать». Еще 10 садов города оборудовали малыми архитектурными формами сверх плана. Работы завершили в декабре прошлого года. На заседании комитета по социальным вопросам обсудили итоги проделанной работы. Мы благодарны Юлии Викторовне и сотрудникам счетной палаты, которые проводили эту работу. Потому что им проведена действительно большая аналитическая работа по проверке соответствия тех документов, тех видов работ, которые были выполнены в прошлом году. На работу потратили 25 миллионов рублей. Так этими средствами решили распорядиться сами саровчане, проголосовав за проект на портале «Бюджет для граждан Нижегородской области». Проведенная проверка выявила некоторые нарушения, в частности, посев газона. Посев был проведен повторно в теплое время 2021 года, в том случае, если трава не взяли. Но вот сейчас уже, когда мы получили практически месяц, мы уже реализовываем это представление КСП. На сегодняшний день получается, что даже повторный посев газона не дает сходов, поэтому будет пересевать в третий раз. Не везде убран строительный мусор, а также не засыпаны ямы, в которые установили лавочки. Исправить все недочеты – обязанность заказчика в лице заведующего детского сада и подрядчика, с которым заключали контракт, рассказал Евгений Слинчук. С заведующих детских садов – это еще не полный комплект документов, которые я собрал, о устранении данных недостатков. Мы, во-первых, доведем до ума все те площадки, уберем все эти рыпины, неровности и все остальное, что там было. Большинство игровых площадок уже приняли. Работы по исправлению указанных недостатков активно ведутся уже сейчас. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Должники, в том числе и те, кто не выплатил штрафы КОАП, включая владительские, а также должники по ЖКХ, смогут оставлять себе минимальный размер оплаты труда. Две саровские семьи и участники программы «Государственные поддержки» получили земельные участки на улице Садовой. На дело по 8 соток выделили семье работника школы-интерната номер 9 Анны Кочетковой и семье ветерана боевых действий в Чеченской республике Владимира Акиншина. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июля все банки обязаны зачислять пенсию и иные социальные выплаты только на карты Национальной платежной системы МИР. Пенсионный фонд РФ напоминает, что это требование распространяется только на тех граждан, которые получают выплаты на счета банковских карт других платежных систем, таких как Виза и Мастеркард. В Сарове вакцинируется примерно 450 человек в день. Об этом рассказала заместитель главного врача КБ-50 Вера Маслова. В ближайшее время планируется поставка дополнительной партии вакцины из Свердловской и Челябинской областей. С 1 июля начнется диспансеризация для граждан, переболевших коронавирусной инфекцией в особо тяжелой форме. Тех, у кого наблюдаются ярко выраженные постковидные симптомы. Со всеми горожанами, у которых есть соответствующие показания, свяжутся персонально. Также медики напоминают, что вакцинация и наличие антител не освобождают горожан от ношения масок. Эксперты сняли противопоказания на вакцинацию спутником ВИ беременных, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Решение приняли на основании положительных результатов до клинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, сказал глава Минздрава. Главное управление ЗАГС Нижегородской области приглашает семьи, в которых в этом году родились дети, получить памятные медали. Для этого нужно обратиться в отдел ЗАГС региона, где зарегистрировали рождение ребенка. Решение об учреждении медали, родившемуся в Нижегородской области, принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в связи с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода. В регионе участились случаи гибели людей на воде. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Нижегородской области. С 1 июня утонули 19 человек, что в три раза превышает статистику прошлого года за тот же период. Среди погибших пять детей. Все трагедии с несовершеннолетними произошли в несанкционированных местах для купания. Главное управление МЧС России призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на воде. Купаться можно только на официально открытых и оборудованных пляжах. Запрещено оставлять детей без присмотра, купаться в состоянии алкогольного опьянения, нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, устраивать в воде игры, связанные с захватами. Также сотрудники Главного управления МЧС не рекомендуют плавать на надувных матрасах или камерах. Высококвалифицированную юридическую помощь теперь можно получить бесплатно. Такая возможность появилась у льготных категорий граждан Нижегородской области. О работе Государственного юридического бюро и перспективах открытий его филиалах в Сарове расскажем в следующем репортаже. Коммунальные проблемы, наследство, улучшение жилищных условий, защита прав потребителей по ЖКХ. Список вопросов, с которыми обычно обращаются к юристам, можно продолжать еще долго. Но найти квалифицированного специалиста порой бывает непросто. У льготных категорий граждан появилась возможность обратиться за консультацией бесплатно. Юридическую помощь онлайн за два дня получило 78 саровчан. Мы создали сайт, который фактически интегрирован в систему. Впоследствии мы рассчитываем, что она будет интегрироваться и через госуслуги через какое-то время. Но на сегодняшний день, зайдя на наш сайт Государственного бюро, он буквально в первой строчке сразу выпадает, можно подать электронную заявку, на которую мы сразу же реагируем, юрист перезванивает. В штате Государственного юридического бюро юристы с опытом прокурорской и адвокатской деятельности, большим стажем работы. Каждое обращение рассматривается досконально. Юристы проверяют его по всем параметрам возможных нарушений прав и законных интересов граждан. Категории граждан, которые к нам могут обращаться, они в принципе весьма обширны, но они отражены непосредственно в законе. Сейчас я не могу вам перечислить, потому что их больше 20, чтобы у нас просто не хватит времени. Но в целом это инвалиды, пенсионеры, это малоимущие в первую очередь. Значит, это граждане, которые страдали в каких-то обстоятельствах, то есть от недобросовестных застройщиков, это граждане, которые получили какой-то ущерб при чрезвычайных ситуациях и так далее. Юридическую помощь оказывают в виде правового консультирования в устной или письменной форме. Помогают составить заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера. А также защищают интересы граждан в судах, государственных или муниципальных органах. Госюрбюро базируется в Нижнем Новгороде, но планируют открывать свои филиалы и в области. Каждый субъект, который имеет более 30 МСУ, должно выделиться более 110, предполагается, кого-то выделение, то есть работа, то есть именно 110 юристов. Это о чем говорит? Что у нас в перспективе есть возможность создать два рабочих места на территории Сарова. Сейчас льготные категории саровчан могут оставить свою заявку на предоставление бесплатной помощи онлайн, заполнив специальную форму на сайте Госюрбюро по Нижегородской области. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Береги велосипедиста. Традиционную профилактическую акцию по предотвращению дорожно-транспортных происшествий в Сарове провели сотрудники госавтоинспекции. В утренний и вечерний час пик инспекторы патрулировали улицы города и проводили разъяснительную беседу с нарушителями ПДД. Проезжают пешеходные переходы, не спешившись, движутся на запрещающие сигналы светофора, а также едут по левой полосе при наличии крайней правой. Это самые распространенные нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали сотрудники госавтоинспекции в Сарове во время рейда. Наш рейд проводится в два этапа. Первый этап был утром. В утренний час пик работало два патруля в составе четырех человек. Сейчас у нас на Лене работают три экипажа ДПС. Один экипаж в старом районе на площади Ленина работает. Один экипаж работает здесь на проспекте Музрухова. И один экипаж работает на улице Димитрово. Береги велосипедиста. Эту профилактическую акцию с наступлением теплой погоды в нашем городе проводят 2-3 раза в месяц. Цель операции – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, а также тех, кто управляет скутерами, мопедами, мотоциклами и средствами индивидуальной мобильности. В этой ситуации мы останавливаем велосипедиста, представляемся, объясняем суть обращения, суть его правонарушения, просим ему предоставить документы необходимые и вставляем административный материал. То есть, если нарушитель согласен с правонарушением, событие его не оспаривает, то оставляется постановление по делу обязательного правонарушения. Обычно нарушителям выписывают административный штраф в размере 500 рублей. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 24 по 27 июня там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ, температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело, как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Вот такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 24 по 27 июня с 10 до 19 часов. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии Рапутла Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Рапутла Екатерина Апенова.